всем привет ребят сегодня у нас небольшой апгрейд наших часов скорее даже не апгрейд защита и так в часах я проходил достаточно долго уже мы где-то с недельку и до эти часы безусловно заставляют удовольствие безусловно но дело в том что я посмотрел опять же множество роликов как вы знаете с всякими товарищами которые рассказывали про эти часы и многие сказали что вот этот материал из которого сделано собственно говоря эти часы а я имею ввиду стекло я имею ввиду алюминий вот они выглядят недостаточно твердыми вот и значит возникают проблемы с трещинками всякими с сейчас я их протру вот сарапинами все такое и в связи с этим ребят я себе заказал значит я тоже смотрел недавно опять же на валберис и заказал себе бампер такой бампер чехол но я сначала заказал пластиковый после этого значит увидел что есть еще какой-то металлический не металлический смысле есть как бы сказать но вот такой вот гибкий пластик да есть такой прям твердо который еле-еле вот так вот вставляется сюда и кому нравится кому не нравится очень у многих возникает проблема под этим пластиком какое-то знаете когда между одним стеклом и другим стеклом какая-то пятнышка какое-то и либо какая-то пылинка допустим залетает и потом возникает вот такое пятно как будто раково как как кому-то короче как будто вот какое-то пятно такое раз раз плавлено этом вот поэтому я купил вот такую штуку на 44 миллиметра у меня apple айфон ой оспаде apple watch с е и сейчас мы будем с вами пробовать вот эту вот штуку давайте с вами прямо распакуем ее прям здесь вот она приходит в таком виде свалберис здесь значит что-то написано прозрачный 44 миллиметра я на без всяких пленочек без ничего просто вот она приходит больше здесь ничего нет что себя представляет сама вот это вот ну понимаете да как это пластик не пластик из чего она там состоит значит под все технологические отверстия есть вот все кстати вот здесь вот эта боковая кнопка здесь сделано как бы вот видите тоже боковая кнопочка как бы напаянная в некоторых вариантах просто дырка и вы пытаетесь туда вот через эту дырку влезть также здесь микрофон или что это наверно микрофон ну и с обратной стороны тоже все дырочки есть то есть в нашем случае конечно что мы должны сделать мы должны убрать по моему в эту сторону да а там же есть кнопочки какие-то вот здесь я сначала так высовывал потом увидел у кого-то в видосе что здесь есть кнопочки специальные вот которые нажимаем и оп и в другую сторону и вытаскиваем торможу извините тормоз так сказать значит короткая здесь и вот она вот тогда так а длинная у нас будет с этой стороны ладно попробую запомнить что-то мне как-то по и так это длинная берем вот эту вот штучку так здесь у нас все в порядке берем эту штучку ну собственно говоря все знают что это сейчас будет как она с обратной стороны какая-то рифленая но под нее кстати говорят что она не совсем плоско заходит когда бывает тоже проблемы связанные с этой фигней значит кроме того что иногда пылинки залетают туда и иногда когда моешься допустим принимаешь душ либо моешь посуду то возникают проблемы связанные уже и с этим то есть туда водичка залетает и это конечно тоже не алло и не очень хорошо вот таким образом она туда вставляется насколько я понимаю и в отличие от самой пластиковой этой байды значит давайте посмотрим она достаточно жестко должна входить да и в отличие от пластиковой этой твердого пластика да который в принципе смотрится достойно ну достойно но очень много жалоб у людей которые как бы ставили себе вот вот так вот оно не гнется ну просто шлепается и все сами понимаете как мыло в мыльницу же ж такое что ж тебе надо сейчас я ее еще чего-нибудь с ней сделаю так многие значит благодаря вот той фигне который в пластик то да который твердый так что это у меня тут такое образовалась а чё это у нас тут такое видите чё это за вот ну конечно она стоит копейки 140 рублей при 120 рублей есть она и по 400 есть она и по 300 но со скидками как бы вот я не про то конечно я ее сдавать не буду за такие деньги смешно даже прыгать так вот многие в общем я не договорил ноги надевая тот чехол другой они царапают его на царапают сам этим чехлом царапают прям вот вот эту вот блин так ребята не дефект просто каким-то образом вот видите здесь тоже с этой стороны какая-то вот образовалась только что не было я не знаю от чего это зависит ну хорошо давайте попробуем снимем еще раз нашел себе проблему до называется так аккуратненько аккуратненько мы и здесь блин потом хрен наденешь но мелочь на самом деле конечно к ней ладно так вот делаем значит таким образом эту к не помню впереди по моему вот это было и она ставится вот так то есть короткая впереди у нас да да и общем давайте тогда делать вот таким образом это на также вставляется и защелкивается так все она защелкнулась и теперь с этой стороны делаем ту же самую сторону 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 я сказал вот так то оно должно быть потому что не вставлялась так все до щелчка ребят смотрим дальше есть конечно какие-то моменты но для меня важно очень важно для меня например чтобы наши часики были мои часики были в безопасности в защите и так вот примерно вот таким образом они смотрятся на руке то есть вы можете спокойно так что такое вот смотрите видите сбой идет то есть я нажимаю нифига не получается видите то есть это уже брак ну то есть она не работает так как положено потому что ну допустим не надо будет что то сделать я ничего не смогу сделать но давайте попробуем сейчас еще видите видите не вводится то есть как это получается я не знаю я ввожу первую первую цифру она у меня стирается нажимаю вторую цифру она почему-то держится очень странно хорошо давайте попробуем так обманем но это конечно муторно очень заниматься этим с другой стороны теперь мы можем луба дубасить короче своими часами по любым поверхностям и так здесь у нас есть дырочкам я наверно уже без вас опять вскрою прочищу все и посмотрим как оно будет здесь у нас но чувствуется конечно когда мы делаем секунду когда мы пальцем вводим безусловно мы вводим пальцем по 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 этому пластику и он конечно неприятный не кайфовый он совсем но может со временем она пройдет как бы но в общем как бы надо понимать что какие-то бока будут зачем мне рация зачем не вайфай хотя ладно вайфай может быть хотя по bluetooth он же с моими с моим телефоном в общем ребят я вам хочу сказать что в принципе вещь неплохая вот если посмотреть с другой стороны как бы мне это показать опа вот с этой стороны все дырочки тоже есть соответствует единственное что там где кнопка на вот в районе кнопки мы просто нажимаем и у нас естественно там все это вот выходит давайте уберем сейчас эти приложения все вот как я это делаю обычно ну ребят нет 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 нифига это недостойная вещь это вообще не вещь это вообще непонятно что то есть я безусловно не могу ее рекомендовать вам ну как то вот на вы видите да что это какая-то галиматья просто бежать опять возвращать но это себя не уважать но я конечно напишу что это херня не работает на этом все друзья большое спасибо что были всем хорошего настроения удачи и удачных покупок пока